Всем привет! Продолжаю разбирать бельё с этикетками. Ещё появилась такая кучка. Я тут подразбила, как я и говорила, на кучечки, чтобы не так долго, не так нудно было. В общем, приступим. Вот такой вот бюстгальтер красивый вообще. Ой, какая красота! Если бы так, я бы десять их на себя цепляла каждый день и носила. Ну, девчонки, что нового вообще происходит? По косметике я снимаю видео. Всё вроде бы идёт по плану, конечно. Очень ваша поддержка дорогая. Так, тут можно вроде бы отшить. Так получилось, да, что у меня нет знакомых, которые вообще это любят и занимаются. Знаете, я тут на днях спросила у одной своей подруги, как, в общем-то, у неё быстро заканчиваются продукты. Знаете, какой-то такой вопрос задала. Она говорит, у меня как только дырка появляется в пудре, я эту пудру, ну, в общем-то, выбрасываю, еду покупаю следующую. То есть, у меня спросила, у тебя нет запасов там каких-то. Она говорит, нет, зачем, не нужно. Пользуюсь какой-то, она назвала Пума, ой, Пупа. Всё нравится. Кстати, когда она это назвала, у меня загорелись глазки. Я вспомнила эту фирму. У меня были когда-то продукты, но очень давно. Мне кажется, что Пупа прям такой древний бренд. Я решила всё-таки утолить своё желание. Не стала, конечно же, ничего покупать, но посмотреть же можно. Мне кажется, что у них вообще упаковки не меняются. Как были с серебряной такой вот штучкой сверху упаковочки, так и остались. Как-то меня не впечатлило. Знаете, как будто я окунулась в те самые годы, когда у меня были эти одинаковые баночки. Как-то у них дизайн, что ли, не меняется. Такие вот, кстати, трусишки. Так, сейчас посмотрим, какие бантики можно срезать. А этот не срезается. Этот держит вот эту косичку. А вот эти можно, да. В общем-то, как-то меня это всё, знаете, огорчило. Эти запечённые продукты в этих круглых банках. Как-то ничего нового. И мне, если честно, даже не захотелось что-то купить. Ну, это была такая жёсткая ностальгия, когда я увидела, что продукты-то выглядят так же. Я, конечно, встречала на просторах интернета эти банки, но я думала, что, может быть, у кого-то, ну, знаете, там, нашли старую какую-то косметику. В общем-то, вот так вот уже получше с этим хоть бантиком, с одним. Ну, ой, ещё трусики есть. Ух ты, тут даже вот такая штучечка. Ну, тут, конечно, не срежешь. И сеточка такая симпатичная, что это марка Перри Белья. А, в общем-то, знаете, как-то я думала, что они там сильно поменялись. Просто я ничего, ну, знаете, не слежу там, не видела. А всё, всё как-то на том же самом месте. Мне кажется, что это не актуально в наши дни. В наши дни всё меняется каждый день. Новый формат. Такой поясок кремовый. Кстати, вот есть такое ещё у меня мнение у знакомой, что нужно, как бы, в белье, в красивом даже самой ходить. Я не спорю, конечно. Я хожу, когда мне нравится. Ну, вот, если честно, чаще хожу в чём-то хлопковом, более удобном, комфортном, чтобы, знаете, вот эти вот кружавчики никуда не надавливали. Дома я вообще стараюсь без галтера ходить. По возможности, либо какие-то топы, ну, типа бралеты, что-то вот такое, знаете, такое вроде бы есть и вроде бы и нет. Так, а где тут эта штучка? Ух ты. Нету, что ли. В общем, как-то мне не нравится, девчонки, вот это вот всё. Знаете, дома там нарядиться и убирать квартиру, дом или что бы то ни было в красивом белье, не знаю, с надранной прической. Я всё-таки люблю простоту. Да, когда там всё приготовлено, когда всё красиво, я могу там нарядиться, пойти в тот же даже магазин в красивом. Ну, чаще всего в магазин я хожу в чём-то простом, в чём-то удобном, потому что вот недавно я ходила в магазин, я не планировала покупать много еды, продуктов, но там была акция, да-да-да, снова акция, и снова я купила несколько баночек, которые не входили в мой список, знаете, так, про запас. И как бы вот это вот кольцо на пальце, оно мне очень жутко начало мешать. Мне пришлось его снять, положить в сумку, потому что я была без перчаток, мне нужно было донести эти пакеты. Также вот и с красивым, скажем так, бельём. Когда я выношу мусор, мне как-то идти туда в красивом белье, ну, не знаю. Вот девчонки там некоторые у меня рассуждают, что там по утрам нужно вставать, красивое бельё, в красивом белье готовить завтрак. Мне, если честно, легче приготовить завтрак в каком-то халате, чтобы это было намного быстрее, чтобы это было мне комфортнее, скажем так, чтобы я быстро это всё приготовила, быстро всё это убрала, а потом уже начала, знаете, одеваться, собираться и уже превращаться в человека, чем я вот наряжусь во что-то такое и буду потом ходить еле-еле, как гусеницы, скажем так, и бояться. Кстати, крашусь я тоже. У меня есть отдельная категория одежды для того, чтобы делать макияж. Я принимаю душ, всё вот происходит. Я надеваю на себя, как бы сказать, какие-то либо сорочки, либо футболочки, либо халаты, те, которые, скажем так, с пятнами. Почему? Потому что во время того, как я делаю макияж, ну, это всё, это просто ты шипропала, у меня вся одежда в каких-то крошках, я могу и кисточку уронить. В общем, если это происходит с утра, это 100% что-то случится в таком плане, что я, ну, в общем-то, обляпаюсь. И эта одежда, она уже у меня как бы... Ух ты что, моя любимая модель с вот этим вот вырезом. И я уже, как бы, знаете, привыкла к тому, что я свинюшечка, а после того, как я делаю макияж, я сразу уже переодеваюсь и выхожу. Вот так упала где-то моя штучка. И я, как бы, не переживаю по этому поводу, что я вот в такой одежде нахожусь, скажем так, нахожусь, скажем так, рисочек. Скажем, удобно, хорошо, а если я уже вот поправляю макияж в течение дня, я, например, в хорошей одежде какой-то, ну, это просто шоу. Я наклоняюсь буквой зю, я стараюсь, чтобы под лицом, скажем так, под подбородком, вот вниз было свободное пространство, и ничто на меня не падало. Либо я накидываю какую-нибудь накидку, шальвуаль, ну, в общем, что-то пытаюсь на себя, кстати, вот тут тоже бантики надо срезать. Пытаюсь что-то на себя нацепить такое, чтобы, вот, знаете, прикрыло мою одежду, в общем-то. Единственное, что я могу спокойно дома поправить, нанести, это помада. И то, если не наношу с карандашом, потому что частенько бывает такое, что кусочек карандаша падает, какая-нибудь, как вот это острие, или ломается, крошится, и, ну, оно же, знаете, специально прям таки падает на самое-самое видное, заметное место. Обязательно ты будешь в этот день в белой рубашке какой-нибудь. Так что вот такое вот у меня сборное мнение по поводу вообще вот этой всей красоты. Я не против, но если бы я не была такой вот свинюшечкой, особенно вот, когда я делаю укладку, ну, все, это у меня, во-первых, все вокруг, в лаке, в каких-то продуктах, знаете, вот оно распыляется, и вот эти брызги летят, трусишечки еще нашлись, такие, ой, вообще, красотульки, а-а-а, сеточка. Кстати, не люблю вот такие огромные дырки, вот знаете, когда прям чуть ли не спалится, тогда чувствуешь себя как колбаса какая-то. В колготках люблю, а вот в нижнем белье, именно в трусиках, такое не очень люблю, и мне кажется, что вдруг не туда, куда попадет, будет больновато. Стараюсь избегать. У меня были подобные планы, трусики, и я вообще их очень редко носила, наверное, поэтому как-то... Так что вот такие дела. Стираю я все подряд, постоянно, так что для меня это несложно, и вот так вот я люблю. Конечно, да, мне иногда самой неприятно, когда я там, знаете, с прической, с макияжем, и я не выгляжу, как на фотографиях девушки, знаете, такие красивые, в белых халатах, а я сижу в какой-нибудь сорочке старой, вся в каких-то пятнах от тонального крема. Я выгляжу, ну, скажем, мягко, непривлекательно, при этом вроде бы накрашенная уже, но это быстренько все дело исправляется и превращается в нормального, адекватного человека. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok